здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами совершенно честно и открыто об энзимах так называемых энзимах что это такое мое отношение к ним эффективны ли они где когда их можно применять и с какой целью вообще меня как биолога само слово вот это энзимы в отношении подобного рода препаратов скажем так несколько раздражает энзимы по латыни ничто иное как ферменты ферментов в природе существует огромное количество если уж кто глубоко интересуется то все названия ферментов заканчиваются на буквы а за это может быть днк за редуктаза оксидаза каталаза и так далее их очень много разных ферменты являются катализаторами биохимических реакций выполняют совершенно разные иногда противоположные функции в организме то есть это очень большой и очень обширный термин в отношении препаратов которые готовятся на основе растительного сырья таким образом применение вот этого слова энзимы является совершенно некорректным однако она уже вошло и установилась в практике садоводство и огородничество поэтому будем условно называть вот такого рода препараты тоже энзимами хотя вот по самой терминологии понятно что такое эти самые энзимы считается что впервые вот эти энзимы какой-то базовый рецепт энзимов был придуман юго-восточной азии где-то в таиланде когда корки фруктов цитрусовых и любых других фруктов заливаются водой настаиваются какое-то время все это перебраживается и вот этой бродиловкой поливаются растения затем стали появляться некоторые модификации к этому к этой смеси к этим коркам в воде стали еще добавлять сахар мед варенье бог знает что еще ждать полного выбраживания и использования для поливов что же по сути у нас это такое получается ничего иного чем находится что есть в этих корках ничего принципиально другого подобного рода настои и препараты содержать не будут что же находится здесь в этих корках прежде всего во фруктовых корках находятся клетчатка она является источником питания для различных почвенной микрофлоры здесь есть очень небольшое количество азота здесь есть очень небольшое количество фосфора потому что как раз фосфор будет сосредоточен в семенах в косточках ну в питательной части плода но все-таки фосфор здесь есть здесь можно найти значительное количество калия конечно кальций некоторые микроэлементы также можно здесь найти почему вообще это все пошло оттуда из юго-восточной азии связано это с тем что там выращивается огромное количество фруктов и вот эти отходы от фруктов всевозможные корки там являются чуть ли не экологическим бедствием это действительно проблема и в сингапуре и в таиланде и во вьетнаме в других странах юго-восточной азии и ищут способы нормальной утилизации вот этих вот корок причем даже элементарное компостирование иногда не очень помогает потому что их количество такое огромное производственная в промышленности что просто ну невозможно их всех переработать на эти самые компосты ну и кроме того значит какие-то там вроде бы женщины придумали вот этот вот способ там все у них поперло стало расти что такое расти юго-восточной азии что такое расти в умеренной зоне европейской и не европейской части россии например тем более в сибири совершенно разные вещи да там есть и в россии регионы его к на украине где можно палку воткнуть в землю и уже она укоренилась растет и уже сада есть подзолы глины пески где лень или эту ерунду все равно ничего не получится однако же там утилизация этих корок действительно имеет существенное практическое значение чем они лежат в кучах гниют разводятся крыши мыши мухи там вы кто угодно еще ну то вот почему бы таким образом их не использовать ну а в мифических всевозможных публикациях все это еще подкрепляется тем что уже много лет государство выделяет китом сумасшедшие деньги миллиарды долларов на поддержку этого проекта на то чтобы вот значит эти энзимы производить полями удобрять потому что это очень имеет большое значение для сельского хозяйства ну знаете можно поискать информацию наткнуться на к пару сайтов на тайском языке плюнуть на это дело и все то есть знаете кто то сказал все остальные разнесли и стали верить что это так и есть что это правда не на это они там тратят деньги не на энзимы они там тратят деньги на утилизацию вот этих вот корок отходов куда их делать можно а вовсе не на какие энзимы какая от этого может быть польза и какие здесь идут процессы ну если вы возьмете воду ахните туда сахара варенья и не дай бог меда но не дай бог тоже это ценный пищевой продукт ну как как можно из него делать какие-то подобного рода продукты которые потом выливать в землю это кощунство ну ладно может у кого-то его слишком много и может себе позволить использовать мед и сюда добавить корки то первое что здесь разведется это конечно же дрожжи дрожжи нас окружают дрожжи населяют корочки вот эти дрожжи являются крайне неприхотливыми к условиям содержания а мы здесь создаем для них идеальную среду сахар корочки значит там какие-то кислоты какие-то еще дополнительные минеральные вещества для их жизнедеятельности и они начинают здесь бурлить бурлят 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 с этими корками в конце концов процесс заканчивается там спирты какие-то появляются дрожжевое брожение заканчивается все это оседает вниз и и значит вот этим надо это надо разбавлять и этим поливать если от этого какая-то польза и нет ли в этом какого-то вреда ну вреда точно нет нету если выход как следует развести в чистом виде польете все сгорит а или по крайней мере зачахнет а если вы разбавите как следует то вреда безусловно никакого не будет если вы возьмете траву если вы возьмете сено если вы возьмете любые растительные остатки зальете их водой и оставите перебродить то вы получите хорошо всем известное зеленое удобрение которое люди на своем участке бочками производят в в огромном количестве и выливают в огород и правильно делают ну здесь вот такой экзотический вариант корочки и и почему-то это возносится превозносится что это прям какие-то чудо энзимы ничего подобного никаких чудес здесь нет точно это абсолютно гарантирую что никаких чудес нету будут те вещества которые экстрагировались из этих корочек будут будет калий будет фосфор будет немножечко азота будут до биологически активные вещества которые вырабатывают дрожжи в процессе своей жизнедеятельности о пользе дрожжей мы неоднократно говорили что есть препараты тот же рост момент белорусский который очень хорошо и стимулирует и помогает защищать от болезней и и много других функций он растениях выполняет ну то есть по идее все что все что хорошего мы можем найти в дрожжах она все будет присуще в том числе этому препарату но другое дело что может заморачиваться так не стоит может взять пачку дрожжей разболтать ведре воды полить и попрыскать и будет гораздо проще гораздо эффективнее чем что-то там набраживать никаких других преимуществ этих энзимов никаких волшебных компонентов здесь никаких иных каких-то супер биологически активных веществ защитных здесь конечно же нету какие нас здесь подстерегают опасности опасности следующие к сожалению промышленное производство фруктов даже яблок нашей умеренной зоне не обходится без химических обработок будь то бананы будь то цитрусовые будь то яблоки или что угодно все равно все обрабатывается все химизируется чтобы их не ели вредители чтобы их не поражали болезни чтобы они к нам не гнилые доехали все это обрабатывается кто-то обрабатывает щадящей перекисью водорода какой-то к химин Соединенных Штатах это нормируется в каких-то странах это не нормируется если нормируется то не контролируются это всегда большая проблема соответственно есть какая опасность экстрагировать вот эти самые остаточные количество пестицидов, которые находятся вот в этой вот корочке поверхностной, где они зачастую и концентрируются. Поэтому в этом смысле вот эти все рецепты, энзимы, бывает на них там еще наворачивают какие-то, там ложку сметаны, еще что-то там можно добавлять, какие-то чудеса. Поэтому я бы предостерег вас от использования особенно тропических фруктов, то есть не фруктов вашего участка, от приготовления подобного рода препаратов. Для того, чтобы лишний раз, лишние дозы химических пестицидов, синтезированных пестицидов не принести к себе на участок. Мое резюме. Особой пользы от них не будет. Польза от них будет не более, чем использование обыкновенных дрожжей, хлебопекарных, винных, пивных еще каких-то, не более, чем заселение какой-то микрофлорой конкурентной поверхности растений в случае опрыскивания, не более, чем самые обыкновенные органические подкормки для поддержания почвенной микрофлоры, не более, чем использование сильно разбавленного зеленого удобрения. Никаких чудес от этого ждать не стоит. В то же время могут быть какие-то неприятности, связанные с запахом, с брожением, с мухами-дрозофилами, которые здесь могут развестись, с какими-то плесенями, которые могут на поверхности развиться, в том случае, если развитие дрожжей здесь не является бурным, активным. И никаких других преимуществ, чем то, что мы и так используем традиционно в своем земледелии, здесь, конечно же, не будет. Но и особого вреда от использования подобного рода препаратов тоже не будет. За исключением риска занести себе в огород или в комнате, если вы комнатные растения обрабатываете или поливаете, какие-то дополнительные дозы пестицидных препаратов, которые могут быть достаточно опасны зачастую. Потому что чем там в тропиках это все обрабатывается и прыскается, кто их знает. Что ж, я надеюсь, мы теперь будем мыслить ясно об этих энзимах, об их эффективности, целесообразности их приготовления и использования. Я спрашивал у агрономов по поводу этих энзимов. Ну как, что они говорят? Ну если людям заняться нечем, ну то пусть делают, да? Пусть отвлекаются от каких-то там неприятных, нецелесообразных или асоциальных явлений, да? То есть пускай приготовят эти самые энзимы. Но если им время дорого и труд их дорог, то, пожалуй, этим балаваться и как-то заниматься совершенно и не стоит. Вот такое мое мнение. Что ж, давайте это обсуждать, давайте делиться опытом. у кого какой опыт есть по этим энзимам. И будем дискутировать. Задавайте свои вопросы, всегда буду рад на них ответить. До свидания.